Август выдался на удивление теплым и без осадков. В республике наращивают темпы уборочных работ. Аграрии уже скосили почти 85 тысяч гектаров, обмолотили более 230 тысяч тонн зерна. Сегодня каждый солнечный час на вес золота. Из-за продолжительных дождей уборочная кампания в этом году началась позже на 20 дней. Но на качество зерна погода не повлияла. Урожайность по сравнению с прошлым годом даже выше. Почти 29 сантиметров с гектара. Урожайность по сравнению с прошлым годом выше на 5 сантиметров с гектара и составляет сегодня 28,4 сантиметра с одного гектара. Среднесуточный обмолот чуть больше 7 тысяч. Мы здесь говорили можем 15, но вот с этим переходом кто-то зимы убрал. У нас из 380 хозяйств, которые посеяли зимы, 152 организации все не закончили. Остальные с переходом связывают. Где-то все-таки недозрелые, где-то еще что-то. Один из передвиков этой уборочной кампании – Яльчикский район. Там уже скошено более половины площадей. Отстают Алатарский, Красночитайский, Маргаушский и другие. В целом по республике предстоит убрать еще более 2-3 площадей. Погода благоволит, срывов быть не должно, сказал на совещании глава республики. Обсудили и цены на зерно. В перегибах не должно быть. По крайней мере, сейчас то, что было озвучено, на уровне продовольственной пшеницы не должно стоить уроженое зерно. Никто не говорит, что надо выкручивать руки сельхозтоваропроизводителям. Производителям об этом речи нет. Мы максимально должны информировать жителей, кто ведет свое домашнее хозяйство, кто ведет личное подсобное хозяйство. И от этой ориентации цен они делали правильный выбор для себя. Что касается уборки картофеля и овощей, то второй хлеб убирают уже в 8 муниципалитетах. В 5 районах – овощи. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.